Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Антонов сад. Сегодня мы с вами поговорим об уходе летом за петуниями. Итак, мы их посадили, они у нас выросли и начали радовать нас своей красотой. Но это не значит, что они не требуют заботы в июле и августе. В это время уход продолжается. Что мы делаем с петуниями в середине лета? Это зависит от того, какие петунии у нас высажены. Кустовые петунии, такие как грандифлоры, мультифлоры и флорибунды требуют обрезки. Также обрезки требуют кустовые петунии, которые слишком сильно разрослись. Кустовые каскадные петунии, которые слишком разрослись. Их необходимо немножечко обрезать, чтобы они начали лучше куститься и продемонстрировали нам обильное цветение. Вот это вот петуния сильвер, ампельная петуния. Посмотрите, какой красивый и обильно цветущий шар у нее сформировался. Это цветение заложено у нее генетически. Она не требует обрезки. И чем больше емкость, тем больше побегов она выпускает. Вот эта вот емкость, примерно 15 литров, она позволяет добиться вот такого объема цветения. Если эту петунию посадить в 100 литровую емкость, то соответственно вы получите просто водопад, каскад прекрасных нежно-лиловых светлых цветов. Для этой петунии требуются регулярные подкормки, потому что такое обильное цветение, оно должно поддерживаться соответствующим питанием. Всем петуниям требуется полный комплекс удобрений. Это макроудобрения, азот, фосфор, калий и микроудобрения. Желательно, чтобы эти удобрения были в хелатной форме. Тогда мы получим моментальный эффект, мы получим сочную, здоровую зеленую листву и мы получим огромную красивую шапку цветов. Как вносить подкормки? Сначала землю нужно увлажнить. Вот эта леечка у меня на 4 литра примерно. Из них 3 литра мы расходуем на увлажнение почвы. Ни в коем случае нельзя вносить подкормки на сухую землю. Тогда петуния получит обожженные корни и мы загубим растения. Также ни в коем случае нельзя проводить обработки в солнечную погоду по листу. Капли попадут на листья, эти капли сработают как лупа и сожгут нам и зелень, и цветы. Поэтому поливаем только под корень. Хотя петуния растение неприхотливое, но оно требует некоторых особенностей в уходе. Теперь мы берем комплексное удобрение. У нас это удобрение «Цветочный рай» для цветущих комнатных и садовых растений. Мы берем одну ампулку и растворяем в лейке. Сейчас я это сделаю. Итак, у нас в лейке растворено удобрение, которое содержит азот, фосфор, калий и целый ряд микроэлементов. Железо, цинк, марганец, бор и другие. Сейчас мы перейдем к уходу за каскадной петунией, которая у нас разрослась, немножко развалилась. И мы ее сейчас слегка подрежем, чтобы она начала лучше куститься и цветочный шар у нас был более ярко выраженным. Итак, мы берем ножницы и начинаем обрезать растения. Мы делаем это довольно-таки деликатно. Берем только самые верхние побеги. Вот так вот. Это будет стимулировать ветвление и цветение. Ну вот, примерно вот такая картина у нас получилась. При желании можно обрезать на треть петунию после обрезки. Петуния требует подкормки. Мы берем нашу леечку с волшебным составом и также аккуратно поливаем почву. Предварительно мы пролили всю почву водой, чтобы не обжечь корни. И потом мы поливаем из лейки уже составом удобрений. С удовольствием пользуюсь для летних подкормок удобрением «Цветочный рай» от Буйского химзавода. Это буйские удобрения для цветущих комнатных и садовых растений. Они содержат все необходимые компоненты питания для летних подкормок однолетних цветов. Ими можно подкармливать также и другие однолетние растения, и комнатные растения, именно цветущие. Здесь в меньшей дозе присутствуют азот и фосфор и в большей калий. Также полностью весь комплекс микроудобрений, которые дают сразу вот такой вот ошеломительный эффект, такой вот потрясающий цветущий шар можно получить, используя комплексные удобрения водорастворимые. Их нужно вносить каждые 7-10 дней. Тогда эффект будет максимальным. Заботьтесь о своих питуньях и других однолетних растениях. Ухаживайте за своими зелеными питомцами, и они всегда отблагодарят вас красотой и прекрасными летними эмоциями. С вами была Наталья Охотникова на канале Ансонов сад. До свидания.